Ребенок мерзнет в саду. Температура в группе не соответствует нормативам. Такой звонок поступил на горячую линию телеканала. 26-й детский сад. Он работает в Мозере с 1977 года. На его счету сотни тысяч выпускников и ни одного капитального ремонта. В одном из угловых помещений сегодня располагается младшая группа. Как только столбик термометра на улице пополз к нулю, температура в игровой и спальне тоже начала стремительно снижаться. Родители забили тревогу. Все было хорошо, пока не началось межсезонье и не начались холода. После постоянных жалоб детей о том, что в группе холодно, родительский комитет обратился к исполняющей обязанности заведующей о несоответствии условий пребывания детей в группах нормативным актом и с просьбой принять меры. Температура в группе составляет 15-17 градусов. Это нарушение, потому что по санитарным нормам должна быть от плюс 19 до плюс 22. И это пока на улице еще ноль. И вот замеры были, когда была на улице минус один. Александра рассказывает, утром одевает сыну все самые теплые вещи. Теплые колодки, теплые на баечке также штанишки одеваю. Сверху тоже у нас и маечка, и кофточка, еще на баечке, еще у нас жилеточка сверху. Конечно, я прихожу, если без жилетки, либо чуть не так одеваю, более свободно. Руки холодные, нос холодные и ноги, соответственно, холодные. Малыши мерзнут и болеют. По словам родителей, две группы порой соединяют в одну из-за недостатка воспитанников. Мой ребенок болеет часто. Два через два. Две недели ходит, две недели дома. Я считаю, даже бюджету нашему проще сделать ремонт, чем больничный платить родителям. Это мои дети тоже посещали этот сад вдвоем. И было нормально. А сейчас уже, не знаю, конечно, времена уже не те, но все равно надо что-то делать. Или окна утеплять, что-то, стены утеплять, что-то надо делать. Письмо с просьбой разобраться и решить проблему родители направили в отдел образования. В детский сад оперативно выехала инженерная группа во главе с заместителем начальника. Где-то порядка на 1-2 градуса температура была ниже, чем должна соответствовать температурному режиму согласно санитарных норм и правил. То бишь 19-21 градус Цельсия. Сегодня проведено дополнительное утепление оконных блоков. Значит, по рекомендациям инженерно-централизованной группы хозяйственного обслуживания временно установлены электрические обогреватели для того, чтобы прогреть помещение. Ну и надеемся, что это даст свои результаты. Где-то буквально завтра, послезавтра мы это уже увидим. В момент проведения съемок термометр в игровой уверенно держался на 21 градусе. Примерно такая же температура в спальне. Правда, батареи в группе едва теплятся. Замеры показывают, их температура сегодня примерно 37 градусов. На улице плюс 5, батареи в режиме протапливания. Родители переживают, что в мороз в группе будет значительно холоднее. Как показывает практика, значит, с наступлением морозов от ТЭЦ, естественно, температура теплоносителя несколько выше в соответствии с температурным графиком подается. Поэтому, наоборот, при усилении мороза у нас температура как-то в учреждениях намного становится выше и комфортнее, даже выше нормы, где-то порядка 23-24 градуса. Такая ситуация в детском саду повторяется из года в год. Огромные деревянные окна требуют замены. Стены нуждаются в утеплении. Однако желаемое не всегда удается выполнить. Виной всему отсутствие финансов. За счет спонсорских средств, средств родителей уже проводилась частичная замена оконных блоков на деревянных, на оконные блоки из ПВХ. Значит, планируется на 2018 год тоже частичная замена оконных блоков за счет бюджетных средств. Ситуацию в данной конкретной группе теперь будут держать под контролем, в том числе и сами родители. Градус в помещении удалось немного повысить. Соответственно, градус общения сторон немного понизился. Лидия Поттер, Олег Фицнер, телеканал Мозырь.